Мы в Ивановском районе. Рукой подать до памятника природы Валдайского озера и деревни Бяково. До местных жителей дошел слух, что здесь, рядом с ними, в этом поле появится кладбище. И теперь живые встали против мертвых. У нас здесь довольно-таки живописные места. В охранной зоне находится озеро. Уклон естественный в сторону озера. То есть каждую весну у нас талые воды, они буквально проходят через наши две улицы, сквозь наши дома и устремляются в озеро. Если здесь будут захоронения, то вот эти все трупные яды, они пойдут просто в озеро. Каждую весну здесь разливаются такие воды, текут такие ручьи, что будет невозможно уже купаться, невозможно будет пить воду. Все будет экологически загрязнено. То есть природа. Здесь живут даже птицы и растут растения, которые записаны в Красную книгу. У нас здесь городской пляж. Соответственно, единственный, который сейчас остался, потому что все пляжи нашего города закрыты. И Харенка, и Парк Степаново. Поэтому, ну вообще, как бы это вообще беспредел, можно сказать. Откуда пошла информация, молчат. Стоять за свою землю готовы. Участки покупали втридорого, чтобы жить в живописном месте. Оксана – садовод, муж – рыбак. Говорит, убежали из города. Здесь все нравится. Озеро рядом, воздух свежий, липы вековые, соседи приветливые. Сейчас всех агитируют на выезд в село из города. Вот мы приехали в село, а у нас получается, что вместо экологического района мы получаем кладбище под боком. Сторожилы не верят, что дожили до такого соседства. Рассказывают, на этом поле не хоронили, а растили. Урожай был колхоз. Вот я 76 лет купаюсь в этом озере, а теперь страшно будет купаться. Никогда такого безобразия, конечно, здесь не намечалось даже. Не знаю. Так что, по-моему, все жители, все против этого. До слез вам. Да, конечно. В слезах и молодые родители не хотят, чтобы их дети постоянно наблюдали за траурными процессиями. Бяково и СНТ рядом разрастаются. Многие живут здесь постоянно. Газ ведут, дороги неплохие. От Богородского кладбища деревню уделяет небольшой лес. По слухам, этот могильник и хотят продолжить. Местные говорят, на опыте знают, как будет. Толпы народа, мусор, обочины в автомобилях, что не попасть домой. Даже на работу могут не попасть, потому что все будет перекрыто, особенно в церковные праздники. Очень бы, конечно, не хотелось. Мы знаем, что есть земли дальше на Юрикова, свободные земли у муниципалитета есть. Но почему-то они не хотят этим заниматься, потому что нужно строить дорогу дополнительно. Поэтому здесь, конечно, им легче. Инфраструктура здесь развита. Местные заявляют, от одного только слуха о размещении здесь кладбища участки теряют в цене. Прикидывают, а могли бы выиграть все. Сейчас цена сотки около 50 тысяч в соответствии по предыдущим торгам. И поэтому 40 гектаров полей стоят около 200 миллионов. И если грамотно не распорядиться этим подарком от федеральных властей, наша область попадет в очередной анекдот и прославится на всю Россию. От лирики к фактам чиновники Ивановской мэрии от видеоинтервью отказались. Прислали письменный ответ на наши вопросы. В нем говорится, спрогнозировать точно, насколько хватит городских кладбищ, невозможно. Без учета влияния пандемии COVID-19, места для захоронений закончатся в течение двух лет. Этот участок с кадастровым номером 703 подтверждается, рассматривался под кладбище. Как говорится в документе, территория не входит в границы охранной зоны памятника природы озера Валдайское. Находится поле федеральной собственности научно-исследовательского института сельского хозяйства. Назначение, понятно, для сельскохозяйственного производства. Однако по целевому назначению много лет не использовалось, а это административное правонарушение. Едем в администрацию Ивановского района. Глава Сергей Низов в свой день рождения согласился поговорить не о праздничном. Он рассказал, участок 307 федералы отказались передавать в собственность муниципалитета. И в целом в Ивановском районе нет земель под ритуальные услуги. Для того, чтобы появился этот участок, нужно проводить изменения в генплан. А изменения в генплан всегда предусматривают общественные обсуждения, публичные обсуждения с гражданами. Можете на 100% уверить, что не будет там кладбища? А где там? Где жители предполагают, что на кладбище? Возле озера кладбище невозможно, потому что у кладбища есть санитарная зона. От ближайших населенных пунктов оно должно быть расположено в 500 метров, не меньше, то есть в полукилометре. Во-вторых, нужно проводить геологоразведку, посмотреть грунтовые воды, течения. То есть там целый проект. И просто так ни одно кладбище не появляется. Это сложный процесс. О публичных слушаниях. Год назад мы рассказывали, как жителям Тимошкина и Нежилова, опять же Ивановского района, удалось отстоять свою сельскую идиллию. Высказали «нет» и бизнесмену не разрешили разбивать кладбище между деревнями. Еще раз, Сергей Низов сказал дословно. На сегодня разговоров о том, что у деревни Бяково планируется кладбище, нет. Жители Бяково пугает это на сегодня. Боятся пропустить точку невозврата. Свои опасения изложили всем – президенту, губернатору, прокурору, журналистам. Мы не сдадимся. Мы будем пикеты устраивать. Мы просто не пустим сюда похоронные процессы. Ляжем на дорогу. Если потребуется, выйдем все вместе с детьми. Выйдем все и не пустим никого сюда. Закопы будем выкапывать и относить к мэрии. Как вариант. Жители, настроенные решительно, пустили в ход и тяжелую артиллерию. Станислав Сергеевич, не делайте нам, пожалуйста, кладбище, а сделайте нам детскую площадку.